Приготовила с утра бутербродики детям. Намазала майонезом хлеб, ветчина, сыр, брокколи, салатный перец. И в некоторые даже добавила авокадо. Самуил не любит авокадо, поэтому только для Лизы и для меня. Так, чувак поехал по ванвею, молодец. Мы с Максом припарковались. Иду сейчас в госпиталь сдавать анализы. Очередные, в очередной раз. И вот припичное здание. Зелень даже какая-то не померзла, представляете, после таких морозов. Должны меня, наверное, уже снять с этих таблеток опять метамозола. Это от щитовидной железы. Ну, как-то чувствую я себя не очень. В том плане, что мышцы очень сильно болят, мышцы. Немного вроде бы я хожу по дому, а мышцы болят, ноги болят. Не знаю, с чем это связано. Может быть, вот как раз с этой болезнью. Что мне там скажут? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, 6 долларов, 7. Ну, если честно, это и так уже много, 6 долларов. Ну, да, да. Ну, если бы честную цену ты бы хотел дать, которая для тебя и для этого, owner, хорошая. 6 долларов. Ну, долларов 7, я думаю, нормально для сэндвича. Потому что это же не полное блюдо, которое готовят, варят. Ну, я вот пришел сейчас. Мне, пожалуйста, кофе и аргола сэндвич с турки. А, ну, хорошо. Потом смотрю. 10 долларов. Уже 10? 10 долларов? Ну, говорю, а, ну, вы нормально все там? Что-то, что 10 долларов в этом глазоке. Да, цены поднялись. Ага, на все сейчас поднимаются цены, да? Ну, я не буду брать, короче. Ты решила не брать, да? Ну, да, для сэндвича 10 долларов. Ну, как-то не знаю. Ну, бутерброд 10 долларов, не знаю. Вот пойти нам всей семьей, например. Как бы и так уже 7 долларов много. Я думаю, ну, еще 3 доллара придай, я не понимаю. Они и кофе подняли в цене. Сколько сейчас оно стоит, Макс? Стоило 6 всегда, да? Ну, сейчас 7. Сейчас 7 уже, ну, короче. На всем, на всем поднимают. А потому что у них есть спрос. Здесь очередь постоянно. Макс пошел, ему минут 15 его не было, да? Стояла очередь опять? Ну, да. Не знаю, где-то сейчас 8. Полно офисов и всего. Дантаун, центр города. Люди к ним идут, потому что у них очень вкусный кофе. Это никак не поспоришь. Ну, сэндвичи, видишь, тоже подняли в цене. Поэтому папа такой говорит, ну, мы же экономить собрались. Я смотрю, мне только сообщение приходит. Индаба, индаба. Ну, когда кофе приедет, я думаю, ну. Муж, муж говорю, кофе это святое. Тебя нету, это заменитель тебя. Там, радости нету, заменитель радости. Солнца нету, заменитель солнца. Короче, это как бы положительные эмоции. Я хочу зарядиться энергией какой-то. Потому что, ну что, что еще можно? Ну, пойти на шопинг. Мам, ты можешь мне пиццу взять? Да, могу. Хочу на природу. Хочу на природу поехать. Так дождь идет. Я бы, наверное, каждый день ходила по парку. Хотя Костя мне всегда говорит, в чем проблема? Одень в соответствующую погоде одежду и ходи гуляй. Кто тебе не дает? Говорит, ну, мне неинтересно без солнца. Я хочу солнца. Ну, такая капризная мать у тебя. Ладно, ну, как бы, я, да, я могу даже и под дождем погулять. Ну, что-то мне не хочется хваситься по гололеду и по всему этому дождю. Такая сивая улыбка. Максик, ну, ничего страшного. Исправили. Знаешь, оно хорошее в этих масках, это что? Никто не видит. Глубы вниз, на память оставить, знаете. Макс, ну еще отбелить на зубы. После кофе у тебя желтяки. Желтяки. Надо это, купить специальное отбеливать. Или отбелить, да? И еще, это, кофе проходит легче. Через дырку, да? Вот так. Во всем главное найти позитив, да, Максик? Главное, что тебе не больно. А то оно могло сейчас и болеть у тебя, знаешь, на все реагировать. Ну, иногда, знаешь, самое плохое, это когда я ем, я пытаюсь вот так, вот так есть. Но иногда получается, что я вот так ем. На вперед. Там, когда я, например, бутерброд кусаю. И этот отзыв, вот так, попадает прямо вот сюда вообще. И немножко задевает этот бутчик. Аккуратнее, что-то вообще обломается, да. Ну да. Ладно, поедем дальше. Как только я его подключаю, не заряжается. Как только отключаю, он заряжается. А ну покажи. У Макса заряжается без зарядки. Постоянно заряжается. Вообще классно дальше. Ну да, что-то сломалось с ним, да? Ну да, хорошая сумма. Хорошая поломка. Мы приехали за деткой на школу. Смотрите, какие у нас тут сугробы. Черные. Я заходила еще в Маршаллс. Купила кое-что здесь. Вот такое вот чистящее средство для ванны. На очень хорошие скидки. Было 3 доллара. Так. Так, что-то у нас вышло по цене. Сегодня 48 долларов 0,4 цента. 60 долларов. Это я давала. Мне дали сдачи. Потом. Не шампунь, а кондиционер. Заканчивается у нас. Я купила кондиционер. Для волос. Мой любимый. 12,99. Мыло для рук. Лавандовое. Сделано в Италии. Лизочки нашла. Штаники неплохие. Хлопок. Чувствуются хлопки. Я, конечно, не смотрела состав. Сейчас посмотрим. 10 долларов всего лишь стоили. Когда желтые наклеечки. Это уже последний у них сейл. Распродажа. По-моему, возврату не подлежит. Но я точно не знаю. Или можно возвратить. Но это последняя цена. Точно не могу утверждать. Сейчас. Я давно ничего не возвращала в этом магазине. 35 процентов хлопка есть здесь. Не все хлопок. Но очень приятная ткань. На ощупь. С таким шнурочком. Внизу на резиночке. Лиза любит такие носить. Легкие. Хорошие. И вот эти вот все сейчас сиромы, хотела сказать, сыворотки у них на скидки. На очень хорошие скидки. Я просто не устояла. Понабирала. По 3 доллара. Так что это хорошее качество. Я уже брала несколько раз такие. И мне нравятся. Я думаю, что я не буду использовать это для лица. Хотя это все для лица. У меня для лица есть очень хороший дорогой крем. Я взяла это для рук и ног. Для лица обычно очень хорошие эти сыворотки. Будем ухаживать за кожей рук и ног. Различные такие. Взяла сегодня по 3 доллара. Это крем под глазами. С витамином И. Новая Зеландия. Я уже говорила, что тоже мне нравится очень Новая Зеландия. Срок годности, кстати, тут до 22-го написано. 23-го года. Так что он еще вполне хороший крем. До 22-го там, допустим, еще полгода точно есть срок годности. 3 доллара этот. Для всех типов кожи написано тоже. Сыворотка. Алоэ здесь. Вера. В составе есть алоэ вера и киви экстракт для гипоаллергенной кожи. Так что это все такое для сенситив. Но не может навредить, я думаю, никак. 3 доллара. Тоже все в упаковочке. Сколько это все вышло? По 3 доллара, Максик. И сколько это все вместе вышло? Ну смотри, я взяла шампунь, дорогую, штаны. Это уже 23 доллара. 50 долларов. Мы экономим. Мы экономим. Экономия должна быть экономной. Мам, мы могли за это купить вкусные телеминьоны. Про всех. Так у меня есть деньги. У нас уже кончается. У меня на день 160 долларов выделяется. То есть я сегодня потратила 50 долларов. У меня еще есть 150. Мы потратили на кофе и на еду сегодня где-то 40 долларов примерно. На какую еду, подожди. На еду кофе. А, суп. Суп и мясо ты купил. Ну хорошо, вот. 40 плюс 50, 90. У нас остается 70 долларов. 70 долларов на сегодня. Да? Мы сегодня в Коско не едем. То есть у нас на завтрашний день переходит... За вот этого физичного. Переходит. Костик убил, придет. Мам. Он заплатит. Он, наверное, хочет, чтобы мы заплатили за это. Ну нет. Медицинские счета я не оплачиваю мои. Он говорит, что вот этого доктора зуба, который мы будем делать, мы должны снашить. Ну хорошо, папа мне даст денег. Вот это вот вообще доллар стоило. Это я для рук взяла. Хотя это... Так, сейчас люди неправильно поймут. Как бы мы экономим. Для чего мы сейчас экономим деньги? Для того, чтобы больше было денег на down payment. Down payment на покупку дома. Или на покупку земли. Поэтому мы решили экономить как минимум два месяца. Вот просто капитально. Но пока у меня ломка. Я не могу пока экономить. Понимаешь? Я не могу. Я стараюсь, но у меня не получается. Вот уже разбаловалась так, что мне хочется что-то купить. Особенно, когда такие вот сейлы хорошие. Это с алоэ тоже для комбинированной кожи. В общем, это все хорошая косметика. И я попробовала вот это вот, например, на руки нанести. Оно впитывается. Так приятно. Кожа такая бархатистая становится. Я взяла вот так в машину положить. Кремчики какие-то для рук. Я вроде бы все показала. Да, всякие серомы. Вот это я же говорю. Для кожи рук, лица. То есть лицо, опять же говорю, для лица не буду использовать. Для лица у меня много. Купили мы. Поэтому это мне хватит надолго. Такие вот кремчики. Разные. И не только же мне. У Лизы, например, тоже сохнет очень кожа. Ручки, ножки. Я ей каждый вечер намазываю ручки, ножки. Потом. Ну, так у нас в семье больше никто не страдает сухой кожей. Мы с Лизой только. Ну, еще мужа можно на работу положить. Для рук. Пусть пользуют. Так что это все нужно. А по 3 доллара это вообще... Это просто смешная цена. Просто смешная. Нигде такую цену ты не найдешь. Ни в каком магазине. Нормально вот эти баночки будут как минимум по... Сколько там, скажем. Такие маленькие тюбики я купила в МВА для рук. Крем для рук. 12 долларов. Это если о хорошем говорить креме. Так что... Вот. Я думаю, да. Я уже... Я могу объяснить, почему это происходит, да. Почему хочется пойти в магазин, походить. Потому что, вот опять же, погода. Если бы было тепло, мы сейчас просто поехали бы куда-то в лес, к реке, еще куда-то. И я бы про эти магазины не думала. Я бы за них забыла бы. Обычно, когда лето, вот весна, я практически там не бываю. Но опять же, опять же, если мужа нет дома, тоже мне скучно. Я могу пойти шопиться. Да, это проблема своеродная, своеобразная. Но... Но... Это все я пользую, как бы. Оно мне все равно пригождается. И я трачу меньше денег потом на косметику на разную. Я не хожу по дорогим магазинам. Не покупаю. Поэтому есть и плюс в этом. Ну, и я вот объяснила, почему. Почему так происходит сейчас, именно в зимнее время. Очень много... Да, я шопоголик такой. Ну, если, как говорится, мне позволяет мой финансовый доход. Если у меня есть такие возможности, почему бы и нет? Если мне это приносит радость, Максим. То это можно. Это как один знакомый наш сказал. Он мне приносит радость новый компьютер за 3 тысячи. Можешь купить? Он очень большой радостный. Я тебе скажу, пойди в Удвиллу, купи за 200 долларов себе компьютер. Как я сейчас, по 3 доллара этим мази. Смотри, я хотела еще сказать пример. Вот у нас есть знакомые. Смотрите, сколько снега я хотела еще вам снять. Есть знакомые у нас такие хорошие, тоже очень экономные люди. Очень экономные, прям экстра экономные. Я никого не осуждаю, ни над кем не смеюсь. Просто говорю, что это даже хорошее качество у человека. Я так не умею. Ну вот они могут жить на пирожках. Они могут есть там одни пирожки. Там человек ходит на охоту, там мясо у них свое есть. Ну вот это оленина. Как бы, что еще? Ну, готовят дома там разные блюда, да, из этого мяса. Потом, жена никогда не ходит по магазинам. Она ходит только по гаражкам. То есть на распродажах, когда люди выносят свою одежду там или что-то еще. Вплоть до нижнего белья даже она может купить на гаражках. Я так не могу, понимаете. Я куплю новое. Пусть оно будет на ссылках, но я куплю новое. И не знаю, насколько сейчас, но это была ситуация. Лет 10 назад, так скажем, мы общались на эту тему. И он смеялся над людьми, над женщинами, которые, типа, вот как я, говорит, смотрю, короче, там кого-то увидел. Взяла тачку и по магазину полную тачку нагребает. Вот это транжирка, говорит. Как бы, ну что можно сказать? Во-первых, у каждого свой бюджет. Каждый по своему кошельку тратит деньги. Во-вторых, настолько тратит женщина, насколько мужчина ей позволяет, если женщина не работает. Ну, скажем, не работает официально на предприятии. Нельзя сказать, например, что я не работаю. Я работаю с утра до ночи. Это уборка, стирка, готовка. За детьми, с детьми куда-то поехать. Апоитменты. Свои апоитменты. Также каналом занимаюсь. Я работаю. Я работаю. Нельзя сказать. Просто эта работа не видна зачастую и неоплачиваемая работа. Поэтому мой любимый муж мне разрешает всегда тратить денег столько, сколько мне нужно. Он говорит, иди и покупай. Я тебе не запрещаю. Иди, что ты хочешь, покупай. Хочешь дорогое платье, купи себе за 800 долларов, если ты хочешь. Ну, любую вещь он мне позволяет купить. У меня муж не жадный по отношению ко мне. Другой вопрос, если я экономная. Я экономная. Я для себя не позволю купить дорогую одежду. Ну, и вообще, даже для детей я не покупаю очень дорогую одежду. Я стараюсь всегда на ссылках, на распродажах скупляться. И если надо, то я пойду и куплю, да. Обувь там новую, одежду новую. Но не в большом количестве. Сейчас. Раньше как-то больше я тратила на это деньги. Сейчас уже меньше. Сейчас, наверное, в приоритете у нас всё-таки путешествия. Еда. Еда, да. На еду я очень много денег трачу. Я могу пойти и потратить на самое лучшее мясо, там, деньги. На органические продукты. Пусть я буду ходить в футболке и штанах своих, хоть их. Но я буду питать правильно свою семью и себя. Так что, так что, а как вы? Вот, интересно было бы почитать комментарии всё-таки людей. Но комментарии YouTube закрыл из-за, ну, давно уже закрыл из-за детей. Там что-то детей увидел на пляже где-то в трусиках. Из-за этого закрыли комментарии. Короче говоря, я хочу сказать, что не надо никого осуждать. У каждого свой бюджет. У каждого своя жизнь. Своё понимание. Потому что когда-то даже вот моему мужу тоже, другой уже человек, тоже наш знакомый, говорил, сколько вы там тратите на еду? Сергей сказал, ну, может, тысячи две, там, больше даже бывает, если по ресторанам ещё пойти. Он говорит, типа, приведи ко мне свою жену, ну, шутя, как бы он это, конечно, говорил. И я научу её, как правильно тратить деньги на продукты. Ну, я такая, ага, сейчас, спасибо, говорю. Я и сама знаю, я взрослый человек. Я знаю, куда мне тратить деньги. Мы сами, как бы, наша семья всё прекрасно знает, куда и как тратить деньги. Нам не нужны ничьи советы. Если бы я спрашивала у тебя совета, правильно, тогда да. А так мне не нужно это. Я не буду сидеть на тесте только, понимаете, есть, давиться пирожками. Но если уже голод будет, конечно, я буду. А так, почему я должна это делать, Макс? Как ты считаешь? Должны присутствовать в рационе и фрукты, и зелень, и мясо хорошее, качественное, а не какое-то там на гормонах дешёвое. И, ну, в общем, всё должно присутствовать. Другой вопрос, конечно, что я не сижу дома, как многие женщины, которых я знаю, сидят просто дома с утра до вечера, у плиты готовят, готовят. Тоже, это их дело. Ну, у них такой образ жизни, они так понимают. Я понимаю жизнь по-другому. Я должна где-то выехать на природу с детьми, в парк. Я должна постоянно иметь какое-то движение. Я не могу сидеть просто дома и постоянно быть у плиты. Я другой человек. Я люблю путешествия очень сильно. Я не знаю, я всё время проводила бы время в дороге где-то. Это моё хобби. Я бы, наверное, ездила бы по национальным паркам с камерой и с фотоаппаратом. Всё. Мне больше в жизни ничего не надо. Мне это очень нравится. Видеть разные места, закаты, природу, животных, реки, моря, океаны. Некоторым людям вообще это не надо, понимаете? А мне надо. Я такой человек. Если мне эта жизнь моя позволяет, мне такая моя судьба, я могу себе это позволить, то почему бы и нет? Почему я должна слушать кого-то, чьи-то советы, взгляды на жизнь? Это ваши взгляды на жизнь. У нас совсем другие взгляды на жизнь. Даже если бы я пошла работать, допустим, я бы пошла бы, скорее всего, сейчас, если бы жизнь заставила, пошла бы на Uber. Всё равно бы я ездила бы за рулём. Я бы не выбрала бы уже развозить, я бы не выбрала бы какую-то работу, где-то там, не знаю, в доме у кого-то смотреть за детьми или убирать. Я бы просто бы ездила бы, развозила бы еду или людей. Просто каждому свою, правильно? Кто-то не может работать дальнобойщиком. Кто-то, наоборот, говорит, я бы не смог бы долго ездить за рулём, сам в одиночестве. А кому-то это просто радость приносит. Моему мужу, например, очень нравится быть дальнобойщиком. Это всегда была его мечта. Конечно, сейчас уже в силу возраста, как говорится, уже он становится старше. И он говорит, да, я бы, наверное, меньше бы уже работал. И если бы был какой-то другой доход, возможно, я бы уже и не ездил бы за рулём. Так как в молодости, да, то есть он ещё молодой человек. Ну, просто я имею в виду, что чем моложе, тем больше энергии и всё такое. А сейчас уже, да, надо думать о том, как заменить эту работу чем-то другим. Вот, наговорила я очень много. Так что, может быть, интересно было послушать вам, тогда ставьте лайк. Макс, как ты думаешь, мать твоя права или не очень права? Я... Как ты видишь меня? Хорошо, давай так возьмём. Как ты меня видишь? Ну, я так сильно тебя не слышал, мам. А, ты не слышал? Ну, хорошо, как ты считаешь? Я шапоголик, Максим? Нет. Нет? Я экономная? Не всегда, но я думаю, иногда, да. Ну, 50 на 50, скажем, да? Ну, да. Если, скажем... Ну, ты как бы не идёшь и не купляешь там 10 вот таких вот штук, которые... Одну, да, только? Ну, да. Только одну. Только одну, да, да, да. Не, ну, обычно ты не купляешь такие дорогие продукты. Ну, впервые за 15 лет совместной жизни брака нашего, то есть, почему 15? 15 лет мы в Америке. За 25 лет совместной жизни вместе с мужем, муж мне подарил очень дорогой, так сказать, подарок. Потому что, если взять другие жизни людей, другой уровень людей, допустим, да, там, как люди тратят деньги, там, очень дорогие делают подарки своим женам, и ещё дороже, то я уже молчу. Я довольна тем, что у меня есть такой мой любимый муж, который мне делает подарки настолько, насколько он может. Ему ничего не жалко для меня, поэтому я это ценю. Пусть 10 лет назад у него вообще ничего не было, можно сказать, он вообще мало зарабатывал. Там, 20 лет назад, когда мы жили в Украине, мы вообще по меркам сегодняшним нищие были. Так что, и я говорю мужу всегда, если мы не разбежались, когда мы были нищие, то мы и сейчас не можем разбежаться с тобой. Тоже скажу, я не знаю, может, этот человек услышит это видео, увидит. Он немножко обиделся на нас, я не буду называть имена, но, короче, такая была ситуация, когда он сказал моему мужу, знакомый моего мужа, мы ездили часто на Гавайи до пандемии, и он сказал, говорит, что, ну вот ты типа ездишь по Гавайям, возишь жену свою, а я знаю одного знакомого, возил-возил, короче, а она взяла и к другому ушла. Подожди, нас стукнул кто-то? Нет, я оттукнул. А, это ты? Че, такой звук странный. Она взяла, говорит, и ушла. Ну, иди за детьми, Макс. От него. То есть, ну, пока он там тракистом ездил, дальнобойщиком, дальнобоем занимался, да, часто дома не было, она загуляла и ушла к другому. Ну, сравнил, понимаете, нас, типа, типа, все может быть, ты вот возишь-возишь, а она возьмет. Ну, муж такой, ну, типа, нет такого, не будет никогда. Ну, пришел, и как, почему он должен от меня скрывать, он взял и рассказал мне вот это. А я говорю, как некрасиво, как некрасиво все это. Глаза как бы хорошие люди, все-се-се-се-се-се, знаете, а по-за глазами берет и говорит вот такие вещи. И нас приглашали, они в гости, после таких слов я не могу поехать к этим людям в гости. Простите, да, я не могу к вам приехать в гости. А вы подумаете, может, так некрасиво поступать? И я, вот, поэтому я мужу и говорю, если мы жили в бедности, несколько лет там в Украине, в браке, двое маленьких детей, денег абсолютно нет ни на что, родители наши нам очень сильно помогали тогда финансово. Если бы не они, то мы бы вообще в проголодь жили бы. И говорю, мы тогда не развелись из-за этого, да, не разбежались. Он хочет сказать, что я могу тебя в данный момент взять и бросить. Я привыкла к тому, что мой муж дальнобойщик. Да, мне скучно часто без него, но я могу себя развлекать. Я могу, вот, я же говорю, я могу пойти пошопиться, я могу поехать в гости, я много времени провожу со своими детками, я занимаюсь каналом. Другого выхода нет, как бы. Это наша работа. Это работа, которая больше всего приносит нам дохода. Поэтому это наше общее решение так жить и так работать. И нас все устраивает. И никто не может нам говорить, правильно мы живем или неправильно. Или делай то, или не делай то для своей жены. Так что я права или не права, ребят? Вот на этом точно закончу свое видео. И дорогой знакомый, сто процентов, ему кто-то это видео покажет. Не обижайтесь. Но это очень некрасиво, когда вы такие вещи говорите другим людям. Он очень сильно обиделся, очень сильно. И сейчас другое отношение поменял, когда узнал, что мой муж это рассказал мне. Ну, типа... Вы поняли. Хорошо, давайте всем пока-пока. Музыка. 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 Музыка.